МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые белореченцы! 5 февраля, четверг, а значит, вновь в прямом эфире программа «Открытый диалог». Тема сегодняшнего разговора – «Моя малая родина Южный». У нас гостя глава южненского сельского поселения Виталий Росов. Здравствуйте, Виталий Михайлович. Уважаемые телезрители, ну, наверное, в первую очередь южненцы, заречнинцы и жители поселка Нового, 33-808, телефон прямой линии, есть реальная возможность задать вопрос напрямую главе поселения или прислать СМС-сообщение на короткий номер 5522. Перед сообщением не забудьте написать 107-FM, после этого текст сообщения. Виталий Михайлович, подсчитала в июле, насколько я помню, 2014 года, вы были в прямом эфире у нас, но тогда еще на тот момент исполняющим обязанности главы поселения. Успешно выборы прошли, селяне вам выказали доверие 14 сентября, 14-го таки года. Не то, что итоги хотелось бы подвести, а вот вспоминаю тот эфир, и помню, что были вопросы по поводу газификации заречного, если я не ошибаюсь, и ДНТ «Заря» и «Дружба». Были тогда проблемы, что сейчас сдвинулось ли с определенных этих точек, и каков результат? Что касается газификации данных микрорайонов «Дружба Зарей», значит, у нас завершено строительство его, практически полная. Сейчас ведется работа по регистрации в регистрационной палате всех документов, чтобы зарегистрировать его, данный объект капитального строительства. И после этого мы уже, думаю, после 20-х чисел февраля все-таки завершим эту глобальную работу и зажгем лучину и подадим людям газ. Параллельно жители, мы с ними встречались неоднократно, встречи наши еще будут. То есть понимание есть? Да, понимание есть. То есть всего, всех вот этих вот моментов и процессов. Было как бы доведено, какая работа была проведена, с чем связана отсрочка подключения к основной системе газоснабжения наших жителей. Наши жители параллельно также вели работу, и ведут они работу по обвязке своих домовладений, приобретение специализированного оборудования, которые будут у них стоять в домовладении. Они заинтересованы и активно участвуют. Конечно. Предлагаю выслушать телезрителя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Олеся. Хотелось бы задать вопрос по поводу того, что вы дали участки многодетным сельям в поселке Заречном. Встроимся мы там. Хотелось бы узнать, будут отсыпать там дорогу. Спасибо, Олеся, за доверие. Спасибо, что вы нас смотрите. Значит, на сегодняшний день проведена работа по мониторингу всех земельных участков, которые были предоставлены непосредственно многодетным детям. Ой, ну, многодетным семьям. Семьям, да. И детям в том числе. Да, и детям в том числе. Значит, работа в 2015 году будет направлена в это направление. То есть будет проведена отбивка дорог, отсыпка и грядирование. Эта работа будет начата в март-апрель месяц. Этого года? Да, этого года. Если погодные условия, конечно, нам будут позволять выполнить эту работу гораздо раньше, то есть мы эту работу начнем, конечно, раньше. Но вы уже начали, мы делали даже небольшой сюжет, грядирование. Так вот по поводу дорог, те же Дружба и Заря. Да, после завершения капитального строительства, объекта капитального строительства газопровода данных микрорайонов, значит, у нас были приведены в порядок практически 90% всех дорог, которые находятся на территории данного микрорайона. И завершение будет, я думаю, в самое ближайшее время. Еще раз повторяю, все зависит от погодных условий, которые нам позволят выполнить эту задачу. К нам присоединяется телезритель. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Мы очень благодарны нашему главе поселения. Он очень много уделяет времени нашему поселению. Но у нас маленький вопрос. Мы живем по улице Лесной. Знаете, есть такая около школы. И у нас не горит лампочка. У нас и квартальный, говорили, и депутат, который живет здесь. Но темнота, хоть глаз колен. Можно вкрутить лампочку? Прошу прощения, а как вас зовут? Меня Людмила. Людмила, спасибо большое, что вы позвонили. На самом деле, из мелочей состоит наша жизнь. Казалось бы, звучит одна лампочка. А вот комфорт-то в этом и заключается. Вы знаете, помимо мониторинга отсыпки улиц, которые были предоставлены для многодетных, не только для многодетных, также изучается поселение практически каждой улицы на предмет уличного освещения, водоотведения. То есть это те насущные проблемы, которые надо решать, и они решатся будут. В 2015 году мы хотим заключить договорные отношения с организацией, которая будет непосредственно выполнять у нас работы по уличному освещению и замене электрооборудования, которое мы имеем, которое стоит на балансе у нас, и будет осуществлять замену непосредственно лампочек, установку дополнительных фонарей. В бюджете 2015 года средства на эти цели заложены, и в разрезе каждого поселения… Вы сейчас говорите о 2015 году, то есть нынешнем, да? Да, да. Все-таки вот это одна лампочка. Одна лампочка. Я понимаю, что вот это сложно. Да, я думаю, что завтра мы этот вопрос устраним в рабочем порядке. Прошу прощения, что вас перебило. Здравствуйте. Алло. Да-да. Здравствуйте. Добрый вечер. Я жительница поселка Заречного, меня зовут Люба. Тоже хотела бы задать вам вопрос по поводу промежутка дороги от улицы Вишневой до улицы Советской. Когда дети и в садик, в школу идут, там машины постоянно ездят, тут же только проезжают. Вот нет, не тротуар, а если грязь, там вообще невозможно пройти деткам, если пешком. Спасибо за ваш звонок, за доверие, за то, что вы нас смотрите. Да, это центральная дорога, по которой у нас движется основная часть населения и в школу, и в детский сад. Я согласен, что там необходим тротуар, но вы сами помните в прошлом году, в каком состоянии дорога была и в каком состоянии она сегодня. Я надеюсь, положить. Конечно. Да, сейчас ведут там работы по укладке кабеля оптоволокна. Значит, я думаю, что с наступлением теплого периода времени мы постараемся рассмотреть вопрос по поводу безопасного, в первую очередь, движения наших маленьких учеников, но также граждан по этому участку дороги. Денте, Дружба и Заря. Электроснабжение, а именно напряжение в электросети. Да, это есть один из больных вопросов, но сейчас мы вместе с отделением ГОЧС, а именно с руководителем Жаневскирнуховичем, адресно подошли к решению этого вопроса. Недавно перед снегопадом у нас выходил из строя один из трансформаторов. В связи с тем, что, как я ранее еще в первом интервью пояснял, данные микрорайоны ранее предоставлялись для жителей с целью садоводничества, огородничества, но на сегодняшний день этот микрорайон полностью обжитый, там стоят полноценные дома, люди пользуются электрическими приборами, сплитсистемами, то есть действительно там нужны трансформаторы большей мощности. И после завершения вопросов по газификации, которые, как уже сказал, в самое ближайшее время будут решены. В приоритете все-таки, да? Да, с дорогами мы практически уже тоже разобрались, насколько я их в процентном соотношении обозначил, привели в порядок. И следующий вопрос – это замена трансформаторов, плюс электрическое хозяйство, которое проходит непосредственно по линиям и опорам электропередач. Плюс, конечно, бы хотелось полностью этот микрорайон осветить. То есть уличное освещение. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела такой вопрос задать. Вот на личную Садовая улица. Мы уже приезжали, как-то смотрели столб у меня во дворе. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Наталья. Столб. Вы перед выборами приезжали, смотрели у нас столб во дворе, аварийный. Ну, вот хотелось бы как-то узнать, вот когда с ним что-то решится. Спасибо большое, что вы дозвонились. Почему благодарю? Потому что на самом деле искренне рада тому, что вы смотрите и задаете вопросы. Да, я помню этот вопрос, ваше обращение. Значит, что касается замены этого столба. Мы обращались в Адыгейской электросети с этим вопросом. То есть это на их балансе, вот именно эта система? Да, она не стоит у нас, непосредственно на балансе нашего поселения. То есть как бы вы сами это не можете произвести, даже с чистою юридическим соображением? Я этот вопрос рассмотрю буквально завтра. Подниму письма, наше обращение. Хорошо, что напомнили вам, правда? Да, большое спасибо. Это опять же плюсы прямого эфира. Звоните 33 808. Не можете дозвониться, потому что линия одна. Присылайте смс-сообщение на короткий номер 5522 перед сообщением 107FM и после этого текст сообщения. Вы только что сказали о том, что ДНТ «Заря» и «Дружба» в свое время как садоводческие товарищества. Понятно, что инфраструктура сейчас разрастается, улучшается, много жителей там. А вот как решается вопрос с вывозом твердых бытовых отходов? Потому что сколько потребляем, столько и оставляем. Согласен с вами. И на сегодняшний день мы начинаем работать с новой организацией, которая осуществляет вывоз твердых бытовых отходов. Это только в этих товариществах? Нет. Или поселения? Полностью в поселение. Компания «Экопроект», которая оснащена новым транспортом. Мы оговорили условия, на которых они будут осуществлять у нас вывоз мусора, как по микрорайону «Дружба и Заря», так и по всему южненскому поселению. Это поселок Новый, поселок Заречный. Сейчас в большей части мы хотим перейти на пакетированный мусор, чтобы даже на тех местах, где у нас сейчас стоят стационарные контейнера, где они, может быть, уже пришли в негодность. Если в этом есть необходимо, мы их взаимозаменим на контейнера евростандарта. Плюс уберем эти площадки, где в них нет необходимости полностью. У нас в поселке Заречном есть такая проблема. Я думаю, что в самое ближайшее время мы от нее уйдем. То есть, практически основная часть населения перешла на пакетированный мусор. То есть, жизнь доказывает, что пакетированный им более удобно. А какая цена за месяц договора? На сегодняшний день, как проект нам предоставляет, озвучивает цену в 64 рубля на 4 копейки. Это 4 пакета, если я не ошибаюсь. Потому что буквально накануне были школьницы. В случае необходимости и потребности дополнительных пакетов, то есть, можно решить. Добрый вечер. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. А как решается вопрос насчет ЛПХ? Вот у меня поросята и соседям. Мне нравится запах. Как это можно все решить? Вы можете. У нас проводятся по пятницам санитарные пятницы. То есть, мы вместе со специалистами администрации. Также, если есть в этом необходимость, приглашаем специалистов сельхозуправления. Выезжаем на место по заявлению, обращению граждан поселения. И все вопросы решаем на месте. Смотрим обоснованность закона с размещения того или иного объекта, соблюдение санитарных норм. Если есть какие-то нарушения, устанавливаем сроки, которые человек должен привезти в сельхозь. Ну, вообще, в поселениях есть свободные земли, чтобы предоставить для ЛПХ, может быть, развитие. Более того, вот, кстати, зачитаю вопрос. Это вопрос, опять же, ваших жителей. Но заданный, точнее, высказанный в 2014 году под занавес года. Социальные исследования краевые. Так вот, не выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в течение 15 лет. Постоянно предлагают в районе кладбище. Ну, если я понимаю, это на Лысой, да, вот эта гора Лысая у вас в Южном. Говорят, что земли в других районах, поселения нет. Но наши депутаты получают земельные участки и строят особняки даже у главы района такого. Дома нет. Вот такой вот острый. Это что касается Южнского поселения? Ну, да, это Южнского поселения. Ну, может быть, в этой части ответьте, что возможно развивать личные подсобные хозяйства. Потому что, на самом деле, если рядом с соседями, ну, представляем, как это... В 2014 году принят генеральный план Южнского сельского поселения. С учетом развития его до 2030 года. Значит, там рассмотрены земли, которые будут предоставляться как для развития предприятий, так и для выделения под ИЖС. Ну, хотелось бы сказать и обратиться к следующим моментам. Дело в том, что хотелось бы привести в соответствие, в порядок и привести инфраструктуру тем участкам, которые были розданы ранее. То есть, собственность они сейчас находятся или в аренде? Да, которая находится или в собственности, или в аренде, потому что... И есть у вас такие участки заросшие, неиспользуемые? Да, есть у нас такие участки. К сожалению, мы будем сейчас комиссионно их обследовать прям по улицам, по кварталам, по поселениям. Не выборочно, а будем проводить эти мероприятия комплексно, отрабатывая, как сказал, от улицы, от поселения, от микрорайона. Да, потому что предоставив земельный участок, много идет обращений, сроки предоставления земельного участка в аренду оговорены договорными отношениями, что в течение определенного срока там человек должен или построить что-то... То есть, использовать его по назначению. Да, то есть, использовать его по назначению. Это индивидуальная жилищная строительство, построить дом. Сегодня получается так, что участки предоставляются, они не используются, и по факту мы потом имеем или стихийно образовавшиеся свалки, или в весенне-летний период это идут у нас возгорания. То есть, по сути, собака на сене, сам я в другом виду. Позвольте все-таки выслушать телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Галина, я суперница улицы Центральная, 4. Хотела бы спросить, вот наша улица очень грязная, никогда не отсыпалась. Напротив дома номер 2 большие две глубокие лужи, вообще никогда не засыпались. Никогда на нашей улице будет в центре, практически поселка Южного фонари. Спасибо, Галина. Позвольте мне, вот буквально накануне сделали сюжет, и я боюсь ошибиться в улице, грядирование происходило, и вы обмолвились о том, что это сотрудничество и с местными жителями. Вот в какой части, потому что, ну, говорят, когда вы сделаете, я не понуждаю жителей? Понятно, что это вопросы, может быть, и не сегодняшнего дня, они стояли как вчера, так и позавчера. То есть, возможно ли с участием жителей это сделать? Конечно, вы знаете, у нас еженедельно в четверг есть информационный день, по четвергам обычно я встречаюсь с гражданами, это помимо тех приемных дней, когда я веду прием на рабочем месте. Мы встречаемся на улице, мы встречаемся в поселении, уже с начала года прошли несколько сходов, это в поселке Новом, в поселке Южном, в поселке Заречном я проводил сходы. Значит, основные вопросы, которые я поднимаю, это наболевшие от граждан, то есть грядирование, освещение, вопросы, касающиеся заключения договорных отношений на вывоз твердых бытовых отходов, приведение в соответствие придворовых территорий, то есть тех владений и того имущества, которое находится в собственности у наших же граждан. То есть давайте начнем с себя и продолжим эту работу совместно. Я готов вместе с вами продолжать и вникать в эти насущные проблемы, планировать вместе с вами. Да, один поле не воин. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно поинтересоваться по поводу газификации улицы Международной в поселке Новом? Благодарю вас. Да, конечно. Значит, что касается улицы Международной, проект плюс, значит, проект он был у нас, он и есть. Мы в этом году хотим подготовить документы и сдать на экспертизу, потому что проект был ранее подготовлен. И для того, чтобы сдать его на экспертизу, необходимо пересчитать сметную стоимость всего проекта, чтобы мы были включены в 2015 году в программу по софинансированию строительства этого газопровода. С отделом промышленности района мы эту работу параллельно ведем. Я по этому вопросу встречался буквально в декабре месяце в Краснодар-граждан-проекте со специалистами. Ту необходимую документацию, которую они затребовали, она полностью подготовлена. В ближайшее время мы документы отправим на государственную экспертизу, чтобы потом включиться в программу по софинансированию. Я понимаю, что этот вопрос, он уже требует особого внимания, и время уходит, и его надо в первую очередь решать. Но так как практически вся документация там есть, за исключением технических моментов по пересмотру сметной стоимости его выполнения. Обращаюсь опять же к социологическому исследованию вашего поселения. В поселке Южном необходимо прочистить ливневки, так как наши улицы во время обильных дождей постоянно затапливают. Насколько я помню, и в прошлом эфире были такие вопросы. Да, в прошлом году у нас 12 июля при обильных осадках было подтопление непосредственно поселка Южного. Проблема стояла, у нас большое подтопление было по улице Спортивной. Также продолжая работу по взаимодействию с отделением ГООЧС, а также нами была выработана уже стратегия и предприняты некоторые мероприятия. Есть договоренность с руководителем подрядной организации, который будет осуществлять очистку русла, во-первых, реки Чибрик, в которую впадают все воды, которые идут у нас по водоотведению. Эту работу мы тоже намерены начать. Дай Бог, чтобы погода не испортилась. Этим вопросом будем заниматься. Меня, опять же, продолжаю. Меня очень волнует состояние школы в поселке Заречный. Здание школы очень старое, можно сказать, даже ветхое. Очень хочется, чтобы наш глава уделил этому вопросу пристальное внимание. Ведь это же жизнь наших детей. Я с вами полностью согласен. Это является объектом социально значимым, потому что туда ходят наши дети, чьи-то внуки, тоже наших жителей. Но благодаря руководителю этого учебного заведения, насколько возможно она его поддерживает, мы тоже всячески оказываем посильную помощь. Но хотелось бы и больше оказать. Поймите, тоже школа у нас находится в ведении управления образованием. И основной вопрос по финансированию текущих ремонтов, конечно, лежит на их плечах. Мы совместно готовы включаться, помогать, изыскивать какие-то внебюджетные источники по приведению в соответствие как помещений, так и придворовых территорий этой школы, поддержание ее. Ну, что можно говорить, туда ходят наши дети. Мы должны сделать все, что от нас зависит. Опять же, ремонт сельского клуба, благоустройство скверов и парков. Это в части того, что 2014 год, все-таки год культуры. Может быть, что сделано, что предстоит еще сделать? Точнее, что планируете сделать? У нас на территории южинского поселения есть три клуба, которые расположены в поселке Новом, в поселке Заречном, в поселке Южном. Значит, практически… В поселке Южном он прям на видном месте, красивый. Да, вы знаете, там проводятся мероприятия как районного масштаба, но иногда даже проводят мероприятия краевого масштаба, благодаря тому, что там был сделан довольно-таки хороший ремонт. Да, и на сегодняшний день мы хотим нарастить материально-техническую базу по оборудованию и насыщенности аппаратуры этого клуба, чтобы наши жители, жители южного поселения, а также Белореченского района могли прекрасно приезжать к нам и проводить хорошо время. Значит, во всех клубах у нас и Доме культуры проведены ремонты, значит, работают кружки. У нас в планах по поселку Южному, значит, пересмотреть центральный вход в клуб, сделать игровые площадки для наших детей, чтобы мероприятия, которые у нас проводятся в центре Олимпийском, я имею в виду, там, дни рождения наших детей, наши граждане, которые проживают в Заречном Новом, могли проводить такого же масштаба, такого же уровня, также красочно и у нас в поселении. Продолжаю. Озеленение улиц, постройка детских площадок, о чем вы только что говорили. Отсутствие детского сада в поселке Южный. Значит, что касается озеленения и благоустройства, по этому вопросу, у нас сейчас ведется строительство храма в центре поселка Южного Сергия Радонежского. Помню, на 700-летие Сергия Радонежского был заложен камень и, соответственно, сейчас возводится. Да, довольно-таки очень быстрыми темпами хотелось бы их и нарастить. Это действительно будет место святое. И к июлю месяцу хотелось бы его запустить, чтобы полностью весь функционал выполнял этот объект, насколько это возможно. Также будет облагораживаться территория, прилегающая к этому объекту. Хотелось бы высказать славу благодарности Светлане Александровне Хаблинко, которая выделила нам 300 тысяч рублей на приобретение и покупку детской площадки, которая будет приобретена и установлена в месте массового скопления непосредственно наших малышей. Конечно, не хотелось бы на этой теме, и в то же время она очень больная. Мы говорили о вывозе твердых бытовых отходов, но помню ваши такие точки яркие. Это Лысая гора, берег Пшихи, то есть несанкционированные свалки. Каким образом борьба происходит? Стало ли чище? Да, на сегодняшний день стало почище, но тем не менее только адресная работа и работа с каждым жителем нашего поселения в разрезе каждого нового, заречного, южного. То есть при отработке каждой единицы, заключении договорных отношений, разъяснительная работа. А если не будет помогать разъяснительная работа, то будет работать тогда метод принуждения, потому что других способов и методов борьбы с этим недугом у нас нет. Ну а я со своей стороны, мер пощады тем, кто оказывает негативное воздействие на окружающую среду. На то место, где проживают? Да. Участие ТОСов помогают и в этой части? Да, мы активизировали работу наших ТОСов, которые ведут параллельно работу с квартальными, с жителями. Но чем будем мы вместе, тем мы будем сильнее, тем мы добьемся тех результатов, которые мы хотим достичь. Я думаю, вас услышали ваши односельчане. Спасибо вам большое за эфир. Уважаемые телезрители, до встречи в прямом эфире. Любите свою малую родину. Уважаемые телезрители, до встречи в следующем году.